Состояние дорог в Азбесте улучшилось. Это подтверждает статистика ГИБДД. Число аварий по причине неудовлетворительного содержания дорог сократилось по сравнению с 2016 годом. Но соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами по-прежнему оставляет желать лучшего. В ГИБДД отмечают положительную динамику. В прошлом году было зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 21%. А число ДТП с пострадавшими уменьшилось более чем на треть. Если в 2016 году в ДТП погибли 10 человек, то в 2017 всего трое. На 40% сократилось количество раненых. Пик дорожных аварий пришелся на январь, июнь, июль и декабрь прошлого года. Самыми аварийными днями недели стали вторник и четверг. Основная причина у нас является несоблюдение очередности проезда. У нас 8 таких ДТП. Рост составил 33%, которых погибших нет, но ранено 9 человек. Следующая причина у нас правила обгона. Зарегистрировано 2 ДТП. Главными причинами смертности в прошлом году стали несоответствие скорости дорожным условиям и выезд на полосу встречного движения. Вместе с тем инспекторы фиксируют рост случаев, когда водители повторно совершают правонарушения с выездом на встречку. В прошлом году отмечено 6 таких нарушений, в то время как в 2016 году рецидивов не было вообще. Большинство аварий происходило в городской черте. Активнее выявлялись пьяные водители и водители без права управления транспортным средством. По этим показателям число нарушений выросло на 20%. Также возросло число отказов от прохождения свидетельствования. Предотвратить происшествия по вине пьяных автолюбителей граждане могут и сами сообщить нетрезвым водителям. Теперь можно посредством СМС. Еще одна актуальная для водителей проблема – не предоставление преимущества пешеходу. Одной из проблем на сегодняшний день остаются наезды на пешеходов. Количество ДТП, конечно, у нас снизилось по сравнению с 2016 годом на 42%. Всего у нас записано 11 таких ДТП. Погибших у нас нет, но зато у нас ранено 11 человек. Большинство наездов совершено в светлое время суток. Впрочем, и сами пешеходы не всегда соблюдают правила. В ходе рейдовых операций ГИБДД было выявлено на 15% больше пешеходов-нарушителей. Беспечность демонстрируют и те, кто садится за руль. Число водителей, которые не пристегиваются ремнем безопасности, выросло более чем в половину. Самой аварийной трассой по итогам года стала автодорога «Азбест-Малышева». Но установка приборов видеофиксации на участках с наибольшим числом аварий пока не планируется. Стоит напомнить, что в прошлом году по заявлению ведомства функции видеофиксации правонарушений были переданы частным компаниям. Передвижные камеры работали, например, на трассе Тюмени-Екатеринбург, которая возглавила уже областной рейтинг по числу аварий. Главное требование, предъявляемое к частникам, использовать только сертифицированное оборудование. Знаки, что ведется видеофиксация, не требуется, если это не стационарно. То есть передвижки, пожалуйста. При общей тенденции к снижению детского травматизма в возрастной группе от 7 до 9 лет число раненых в ДТП детей выросло. Напомним, согласно вступившему в силу закона, уже с этого возраста ребенка можно перевозить на заднем сидении, пристегивая штатным ремнем безопасности. Инспекторы напоминают, что в этом случае ремень следует отрегулировать по высоте, чтобы он проходил не через шею, а по грудной клетке ребенка. Татьяна Мельникова, Антон Машков, Новости ТВ.